доброго времени суток сейчас я хочу относительно клеточных культур специально сделать публикацию потому что если какие-то вопросы начинают последнее время очень часто меня скажем так посещать вот эти вопросы от всех людей которые там смотрят канал или начинающих грибоводов или грибоводов которые хотят взять там какие-то новые культуры для себя эти вопросы начинают постоянно мне приходится на них отвечать то я делаю для этого видео пожалуйста посмотрите чтобы я больше не повторялся и чтобы снять с меня все вот эти вопросы значит относительно клеточной культуры первое что хотелось бы отметить значит чаще всего происходит значит следующий момент что мне начинают писать на skype на номера skype которые добавлены почти в каждом видео и начинают не присылать фотографии и терроризировать меня посмотрите вот я вам отправил фотографии я купил кейта культуры где-то у меня вот растет вот такое то посмотрите что это мне кажется что это то то и вот значит вокруг белое в центре зеленое что это посмотрите уважаемые друзья на вот это белое зеленое я уже наблюдаю на протяжении пяти лет понимаете у меня нету физической возможности просто уделить внимание и каждой фотографии или каждому там отдельному случаю вырата произрастания там значит триходермы и любой там другой инфекции ваших творческих изысканиях меня просто нету физической возможности вы поймите это во-первых во вторых совет совершенно справедливо в таком случае я советую людям пожалуйста позвоните производителю у кого вы покупали вот эти культуры и выясните у них что растет из той культуры которую вы купили чаще всего чаще всего на этот вопрос люди отвечают я купил культуры значит в интернете я заказал где-то там где-то там заказал ну так если вы там заказали так и звоните позвоните производителю уточните пусть он вам объяснит что у вас там растет это мне кажется справедливо с другой стороны откуда я знаю что вы покупали что вы выращиваете то есть это процесс даже в этом процесс можно вникнуть кажется как-то разобраться но это будет трата какого-то времени очень длительного чтобы разбираться вот в этом процессе а причем вообще в этой ситуации я тогда понимаете меня надеюсь значит тут плавно мы переходим другому вопросу то есть стоимость той культуры которую вы покупаете или цена это не является определяющим фактором для работы поймите вот этот момент это не определяющий факт поймите что не там низкая цена что вы нашли в интернет магазине в китае где-то купили или в корее купили вот эту культуру так изучите корейский или китайский язык позвоните производителю и полноценно с ним пообщайтесь относительно выращиваниями цели из этой культуры или если вы не понимаете чему вот я веду вот если взять примеру вы идете покупать телефон да вы можете этот телефон купить где-то в корейском или в китайском магазине вот купите на алиэкспрессе он там будет стоить на 10 процентов дешевле вот ну там у них тоже прилагается несмотря ни на что у них прилагается какая-то своя гарантия относительно всего но что я хотел сказать я например когда делаю вот какие-то покупки вот дорогостоящие я купил этот телефон не дешевле в интернете я купил его наоборот на 20 процентов дороже потому что первое что я купил в магазине у физического человека который с которыми общался а во вторых я еще заплатил на 10 процентов дороже для того чтобы купить страховку на этот прибор что если вдруг с ним что-то случится и он перестанет работать или еще какое-то я приду и я смогу просто по гарантии его заменить точно таким же или другим там доплатим определенные деньги поймите чему я веду если вы например покупаете культуру вот у меня то у нас есть простое живое общение мы можем с вами в рабочем каком-то режиме пообщаться тем более покупка самих культур она включает себя набор консультаций по адаптации этих клеток до тех пор пока у вас не вырастет мицелий в то же время он включает и соответственно и гарантию что в любом случае какого-то форс-мажора или что-то неудачи какой-то или у вас например даже этот флакон вот упал и разбился просто-напросто вот случайно вот вы его уронили и вот разбилась вот ваша клеточная культура то в любом случае мы сможем эту ситуацию как-то обыграть и выйти найти и решение из этой ситуации или вы допустим вас ничего там не получилось или например эта культура могла процессе транспортировки но это касается только если лето мы ее отправляем то она могла даже просто-напросто сгореть поместили например при транспортировке где-то там на площадке перед самолетом посылку она стояла перегрелась и все культуры умерли вы сделали посел и оказалось что у вас там ничего не выросло значит опять же таки можно эти культуры отправить повторно но самое главное что я хочу сказать что связано с культурами зная уже имея опыт отправки и насколько это тонкий и щепетильный вопрос вообще выращивания вот этих культур перед каждой отправочкой когда я отправляю кому-то клеточную культуру то не бывает такого чтобы я не взял не сделал просто элементарно вот даже могу вам показать контрольные отсевы вот я вам сейчас про вот продемонстрирую вот розовая вешенка 20.03.15 когда была сделана забор материалы для отправки в узбекистан вот смотрите вот показываете видно узбекистан не видно ну вот вот еще раз узбекистан вот перед тем как отправить культуры кому-нибудь я делаю контрольный отсев потому что человек возможно будет первый раз в жизни делать посев вот клеточной культуры у него нету возможности то есть анализировать полноценно вот эти моменты потому что у него нет пока опыта и него что-то будет вырастать и он будет не скажем так если человек хороший то он будет спрашивать если человек глупый то он будет еще и возмущаться или например претензии какие-то ставить что вы мне отправили что-то не то я не то не могу отправить потому что перед тем как отправить культуры я делаю контрольные посевы на агаровую среду и к тому времени пока за эти 10-14 дней культура пришла к человеку у меня уже есть результат я могу просто человеку например к примеру вот сразу сказать позвонить что вы дайте процессе там забора получилась какая-то непонятная история у меня культуры не выросли я вам повторно отправляйте культуры или наоборот я звоню человеку берите культуры делайте посевы культура заросла быстро хорошо значит вы получили полноценные клетки вы можете с ними работать и в дальнейшем производить все манипуляции там которые вам необходимы или например третий вариант что у меня вот например выросло человек посеял и у него например там пошла инфекция то есть вот здесь можно сказать что ему нужно проконсультировать по вопросам именно микробиологической техники именно вот здесь хромает у него та штука он получил полноценные клетки а процессе посева он все-таки их инфицировал значит он что-то не дорабатывает то есть мы знаем где можно искать саму проблему которая у человека возникла при культивировании вот этих клеток то есть вы надеюсь понимаете меня о чем я говорю то есть если вы покупку выбираете источник из которого взять вот эти клеточные культуры то вы пожалуйста смотрите все факторы которые будут с этим связаны то есть вам нужно будет иметь какую-то обратную связь с тем же производителем или вот так дальше вот это относительно самих культур так что чтобы избежать вот этих всех моментов и иметь возможно возможно сейчас так немного пришлось прерваться на заказ на телефонный звоночек так теперь относительно самой культуры вот значит контейнер вот в этом контейнере вот здесь маркировано что это королевская вешенка вот вот в таком контейнере вам придет сама культура внимательно я сейчас не знаю как оно тут камера просто возьмет резкость сейчас попробуем сделать белый фон белый фон сейчас ну по-моему я не знаю я вот вижу в экране вот камеры видно что мутная жидкость вот внутри этого пакетика видно видно что мутная жидкость этого пакетика в этом пакете значит там находится клеточная культура то есть клетки вешенки в данном случае это королевская вешенка на вопрос что дальше с этим делать я дам вам полноценный ответ или видео консультацию или как там вам будет удобно или напишу или может вы там сами в курсе что делать но в общем и целом скажу вам как дальше работать с этой культурой это культуру вы помещаете в емкость с дезинфицирующим раствором а лучше всего чтобы это был спирт заливаете полностью вот это все спиртом обрабатываете хорошо перчатки потом изымаете непосредственно вот этот кулечек и обыкновенным шприцом с иглой прокалываете и изымаете отсюда вот эту клеточную культуру и в дальнейшем помещаете вот эту клеточную культуру помещаете в флакон вот помещаете во флакон с питательной средой для питательной средой для хранения состав этой среды я вам сообщу как его сделать и приготовить и изъяв клетки вот отсюда вы их переместите вот сюда в этом флаконе чтобы вы понимали эти клетки будут храниться на протяжении очень длительного и длительного времени некоторым флаконам уже по меня даже есть по 3 года и из них я регулярно делаю заборы клеток для посева то есть проверяя их жизнеспособность они остаются живыми то есть в этом растворе клетки хранятся очень долго относительно второго вопроса что еще такой вопрос часто задают и это что у вас придется мне постоянно эту культуру покупать я вам отвечаю нет в умелых руках здесь миллиарды вот этих клеток а умелому человеку в умелых руках здесь нужно одну для того чтобы инокулировать всю планету вот поэтому будете хранить это во флаконе изымать для работы клетки когда вам будет необходимо и эти клетки если вы их ничего не испортите не разобьете не сожжете не сварите они будут у вас вечно поэтому эти клетки это не расходный материал это культура с которой вы будете работать на протяжении того времени которое вам будет необходимо или всегда вот такое видео я хотел снять чтобы снять все вопросы связанные именно с отправкой культур потому что вот этот весь материал по нескольку раз каждый день нескольким человеком желания рассказывать нету никакого поэтому принимайте правильные решения выбирайте правильные источники для покупок взвешивайте все стороны не только там стоимость этой культуры а взвешивайте все стороны которые будут связаны с работой с этими культурами и звоните мне на телефоны или по скайпу или присылайте лучше всего какую-то свою заявку такую полноценную что я там хочу купить культуру чтобы я мог с вами связаться вот по этому вопросу и мы обсудили все остальное что будет касаться покупки культур и работе с этими культурами ну и в дальнейшем перспективе из этих культур вы сделаете мицелий и возможно вам будет интересно вообще полностью вся технология именно фанима шум скул как я вот произвожу как я работаю с этими клетками как я произвожу мицелий как я выращиваю грибы то в дальнейшем шаг за шагом мы сможем пройти по этому маршруту и вы познакомитесь с готовой рабочей системой выращивания грибов с полноценным процессом работающим процессом что самое главное проверенным процессом и вам не придется лишний раз изобретать на своих ошибках путем поиска там и финансовых каких-то потерь и всего остального долго и долго искать способы выращивания грибов они давным-давно придуманы моя технология не хорошая и не плохая она одна из многих которыми пользуются люди в ней она самодостаточна все процессы от первой клетки из флакона до готовых грибов все производится непосредственно на предприятии и этот путь мы можем начинать вот совместно а сейчас я отвечаю на телефонный звонок а вам желаю всегда принимать правильные решения спасибо за субтитры ну и я вернусь будет